Работа здесь кипит с самого утра. Отсюда на свет появляются грузовые и железнодорожные вагоны. Уникальный проект, который воплотили в жизнь местные инженеры, это вагон «Термос». Раньше такие выпускали только в Германии. В России Армавирский машиностроительный – единственный, кто начал делать такую технику. Вагоны будут перевозить скоропортящиеся продукты. Оптимальная температура будет поддерживаться за счет теплоизоляции грузового помещения. О том, что на этом заводе будут производить такие вагоны, еще два года назад не могли подумать и сами сотрудники. Сварщик Александр Сергеенко вспоминает, тогда завод простаивал несколько месяцев, а сегодня без работы никто не сидит. Мы были раньше в старом цехе, сейчас построили новый сдаточный цех, более комфортабельный, более модернизированный. Ну и, хочу сказать, стало лучше намного. Вернуть предприятию статус ведущего машиностроительного завода страны. Об этой задаче Венимин Кондратин говорил еще в 2015-м. Тогда работники пожаловались руководителю региона на отсутствие заказов. Сегодня губернатору показывают, как расширилось производство, появилось новое оборудование. Вдвое увеличился и штат, на предприятие приходят новые инженеры и конструкторы. Всего сейчас там трудятся более тысячи человек. Изменился и сам выпускаемый продукт. Вы сегодня не просто развиваетесь, вы четко реагируете сегодня на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот завод, вагон, который стоит сегодня, если бы на нем не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Вот такого он качества, такого внешнего. Вчера, может быть, такого у нас сегодня не было. И там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа осуществлялись именно в вагонах Армавийского маршрустительного завода. Перед началом Большого совета по развитию промышленности губернатор побывал еще на нескольких крупных предприятиях города. Армавир для региона как флагман производства. Например, здесь уже больше 20 лет выпускают монтажные телефоны и волоконно-оптические силовые кабели. Только в последнее время, по словам гендиректора, завод испытывает трудности со сбытом. На рынок поступает много контрафактной продукции. Борьба за клиента будет всегда, отмечает Вениамин Кондратьев. Поэтому товар должен быть качественным и в своем роде уникальным. Наша продукция, она немножко иная. Она по уровню выше получается, чем кабели, те, которые зачастую закладываются в проектах. Она уже по уровню выше. Ну и вы подстраиваетесь под рынок. Невозможно, рынок под вас не подстроится. То есть, вы сидите на рынке, востребована отчетленная категория кабеля. Значит, ну что ж, вы пустите другую, иную категорию кабеля. И в этом случае варьетесь в рынок. Или уже там попытаетесь за него побороться. Агрессивнее, умнее, гибче. Вот это сегодня принцип успеха, если хотите, выживаемости. В рамках сегодняшнего, в целом, рынка. И регионального, и, конечно, страны. А мы вам максимально поможем. На поддержку промышленных предприятий Кубани в краевом бюджете запланировали около 100 миллионов рублей. Однако это как капля в море. Не хватит ни на новое оборудование, ни на реконструкцию самих заводов. Уже во время совещания Вениамин Кондратьев, посовещавшись с коллегами, объявляет. Регион намерен нарастить поддержку промышленного сектора. Выберите приоритетное предприятие промышленное в крае, которым на самом деле реально оказать вот эту самую господдержку. И вот в них вложимся. А если всем сразу кашу на царелке размажем, как в народе говорят, и ничего не будет. Сегодняшние задачи по импорту замещения диктуют нам вектор сегодняшнего движения, вектор сегодняшнего развития, в том числе промышленности. Потому что сегодня, отчасти, российский рынок, он переформировается. И мы должны принять активное в этом участие, активное, к штатский край. Своим промышленным потенциалом необходимо создать фонд промышленности края, наполнить его по итогам года, посмотреть, примерно миллиардом рублей. И активно наступать в поле неразвития нашего институтного потенциала, промышленного потенциала края. Создание такого фонда на региональном уровне позволит участвовать в федеральных программах на условиях софинансирования. Хорошей помощью для промышленников будут и льготные займы. В этом году первое предприятие в Новороссийске получило этот льготный займ в размере 300 миллионов на производство обуви. Под 5% годовых таких кредитов нет. На 5 лет промышленные предприятия, только промышленные предприятия могут воспользоваться этим кредитом через федеральный фонд развития. Любое предприятие? Есть какой-то конкурс? Есть конкурс, есть определенные критерии отбора. И сейчас у нас порядка 10 предприятий подали заявки, мы их сопровождаем. На заводах и фабриках Кубани сегодня работает 85 тысяч человек, а уже сейчас около 10 миллиардов поступлений налогов именно от промышленной отрасли. И эта цифра пока еще при минимальной поддержке государства. Это все ресурсы экономики края, и их нужно перезапускать, говорит Вениамин Кондратьев. Использовать для этой цели можно и нужно материальную базу предприятий банкротов. Их сегодня по всему региону насчитывается около 130. Мы не можем ждать и не можем превращать наши бывшие большие или малые заводы в площадки для строительства домов. Они с коммуникациями, они хорошие, они где-то уже в центре города оказались. Коллеги, это преступление. Перед жителями края, когда в площадке с инфраструктурой, с коммуникациями, мы обращаем где-то быстрые деньги. Но теряем еще огромнейшие деньги для того, чтобы и жизнь была, и экономика развивалась, и рабочие места были. Регион может славиться не только своими аграрными достижениями. В крае есть огромный потенциал для развития промышленной отрасли. На Кубани могут производить оборудование для предприятий переработки, конструировать сельскохозяйственные машины и даже изготавливать станки. А значит, тем самым есть шанс вытеснить импортное оборудование с российского рынка. Мария Крошина, Елена Касабова, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань-24, Армавир.